Доедай! Не могу! Надо, Федя, надо! Мама! Пора снимать видос! Какой видос! Дубак! Я туда не пойду! Нам в студию надо! И... Не-не-не-не-не-не, там дубак! Путь! А что мы вообще снимаем, Йола? Разновидности древ и кос! Твою мать, Жанна! Да, кстати говоря, с облегчением! Как мне уже подсказала моя бестелесная коллега, Жанна, сегодня мы снимаем про разновидности кос. Дред! Про разновидности плетений. Но думаю, будет логично начать с того, на какие две огромные подгруппы делятся все заплеты. Они бывают точечные и каркасные. Я очень надеюсь, что надписи появились. Точечные плетения – это те, в которых голова делится на квадратики, треугольники, шестиугольники и на какие-то еще фигуры, которым уже присоединяются заготовки. А каркасные плетения – это когда по голове заплетаются вот такие вот косички. Они называются брейды. Но по факту их можно называть просто французские косы, поскольку брейд – это косичка по-английски. И в них уже продеваются косы, либо кудри. Можно даже дреды продеть. После того, как мы разобрались, какие виды креплений бывают, разберемся же с разновидностями причесок. Первый и самый популярный вид причесок – это косы. Косы бывают классические. Это называется афроклассика. Она заплетается непосредственно на человеке и занимает очень много времени. Второй вариант, более современный – это ДЕ-косы. ДЕ-косы приплетаются точечно, на квадратике. Из вот таких вот комплектов. То есть комплект делается заранее, поэтому время приплетения крайне быстрое. И третий вид косичек – это СЕ-косы. Это такие вот комплекты, которые крепятся на каркас. То есть, видите, в комплекте есть маленькая петелька. И вот за эту петельку оно и крепится к голове. Второй по популярности – это дреды. Дреды делятся на два очень больших типа. Безопасные дреды и натуральные. Поговорим вначале о натуральных дредах. Это самый древний вид причесок. И он делается из собственных волос. То есть, берется прядка ваших волос, начесывается и путается крючком. С натуральными дредами можно ходить, ну, примерно всю жизнь. И многие думают, что натуральные дреды нужно обязательно срезать. Это миф. Их можно расплести. Я расплетала себе натуральные дреды несколько раз. И у нас были клиенты, которые расплетали себе натуралки. Кстати, забавная ремарка – с волосами фактически ничего не происходит. И теперь поговорим о безопасных дредах. Безопасные дреды – это огромный подвид. Как правило, их еще называют DE-дреды. DE от английского слова сочетания Double Ended. То есть, два конца. Одна заготовка имеет два кончика и крепится за серединку на полувосьмерку или скандинавку. Теперь же поговорим о самих комплектах безопасных дред. Самый старый и сейчас уже теряющий популярность, но при этом прекрасный вид – это гладкие дреды. Они достаточно тяжелые, но всегда выглядят крайне аккуратно и максимально не похожи на натуральные волосы. Но в целом в этом есть свой шарм. Следующий же вид дред – это поднатуральные. Почему они так называются? Все очень просто. Они максимально похожи на натуральные дреды и делаются примерно таким же образом, только из каниколона. Каниколон – это искусственные волосы. Комплект весит около 300-400 грамм и дает достаточно хороший объем. И, в общем-то, он будет максимально похож на натуральные дреды. Следующий вид, мною горячо любимый – это фактурные дреды. У них есть несколько разновидностей. Классическая фактура, баблс, и я бы отнесла и доли дредов к этому виду. Фактурные дреды – это что-то фэнтезийное, волшебное. В общем, то, что имеет необычную фактуру и необычную структуру. Комплекты тоже достаточно легкие и достаточно необычные. Поэтому смотрится очень интересно. Следующий же вид дред – это софт-дреды. Йола, ты их любишь? Мда-а-а! Ну, софт-дреды – это не пиратские дреды. Кстати, у Джека Воробья были поднатуральные. Это самые легкие виды комплектов. И при этом они самые объемные такие, облачки. Вот бывают прямые софты. Их можно даже долбануть под коре. И гофродреды. Да, гофродреды – это на самом деле просто разновидность софт-дред, которые завили. Это просто кучерявые, завитые дреды. Вот о есть секретах. Следующий вид дред – это скандидреды. На самом деле скандидреды делают из обычных дред с помощью скандинавской оплетки. Скандинавская оплетка – это не когда суровые викинги наматывают дреды на своих жертв. Нет, это когда просто красивенько оплетается. Йола, что ты смотришь на меня так? А я вот подумал, если Вольво делают оплетку двигателя, то это тоже скандидреды? Да, это скандидреды просто внутри машины. О, круто! Пойду куплю Вольво. У тебя же денег нет. Я найду. И теперь мы плавно подходим к самым молодым видам дред. Это дреда-кудри или же дреды со свободным концом. Дреда-кудри от дреда со свободным концом отличаются только тем, что конец кудрявый. Кстати, у меня как раз-таки заплетены дреда-кудри. Лин, 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 вопрос. Тогда можно ли считать самыми молодыми дредами лоли-дреды? Лоли-хантер! Ну, вообще, доли-дред тоже достаточно новый вид. И, по-моему, он появился даже... Да, он появился после дреда-кудрей. Хорошо, дреда-кудри не самый молодой вид дред. Уууу, я не забыту бой! Но он молодой и один из самых популярных сейчас, поскольку дреда-кудри позволяют подносить комплект кудрей несколько раз. Да, все ДЕ и СЕ комплекты многоразовые. Ну, те, которые делаются комплектом. Поэтому, собственно, дреда-кудри и так полюбились клиентам, поскольку ты можешь просто сделать себе комплект кудряшек и вплетать его под настроение. Еще маленькая ремарочка. Дреда-кудри — это единственный вид дред, ну, и, в принципе, дреда с свободным концом, которые требуют постоянного ухода. То есть их нужно постоянно разбирать руками, чтобы они не перепутались в один большой колтун. Я не разбираю. Но это не важно. Ну, и, собственно, после того, как вы услышали про все вот эти виды дред, кос, кудрей, знаете, о каком виде я не рассказала? Это все можно свалить в одну большую кучу. И будет красиво. Это называется Микс. О, прям как Новый год! Я помню, я помню! Забудь это, пожалуйста! Не могу! В общем-то, Микс — это как хорошее новогоднее празднование, которое ты помнишь, и тебе не стыдно показать его друзьям. Надеюсь, теперь людям, которые хотят заплетись, у меня, кстати, годная студия по ссылочке в описании, либо же у других мастеров по брейдингу, будет немного проще разобраться с тем, какое плетение и какой вид они хотят. И вообще, напишите в комментариях, что вам больше визуально понравилось. Жмите лайк. Делаем уть на колокольчик. Пока!